Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо, сказка для взрослых, где сочетается волшебство, захватывающая интрига и глубина переживаемых чувств. Настоящих, живых, способных на свершение невозможного. Я отказался от нее! Великолепный поступок! Это история, которая рассказывается о любви путем сказки. Но это не сказка для того, чтобы сидели дети и удивлялись волшебством каким-то. Это серьезная достаточно история, но язык выбран в сказке, потому что в сказке может случиться что угодно. По сюжету волшебник превратил медведя в красивого юношу, роль которого сыграет актер Илья Коврижных. В юношу влюбляется принцесса в исполнении Ирины Наумкиной. Отсюда начинается их поиск личного счастья. Обыкновенное чудо знакомо зрителю по одноименному советскому фильму. Люди, которые играют сейчас эти роли, они играют свою историю. Я не работал с Олегом Янковским, но я работаю с Владимиром Майзингером. И для меня история художника, волшебника, мага, она вот в трактовке Володи сейчас мне она очень нравится. Пьеса «Обыкновенное чудо» написана Евгением Шварцем в середине прошлого века. Фильм Марк Захаров снял в 78-м. Но и в наши дни любовь силу не утратила. А без игры в сказку не может обойтись даже самое прагматичное, жестокое и суетное время, как наше. Мы не занимаемся какой-то скучной застройкой, мы ищем живое, ищем настоящее, ищем человеческое, ищем не то, что писал Евгений Шварц в 70-е годы или когда в 60-е, а мы ищем то, что вот сейчас за окном на улице. Одна из главных особенностей спектакля – музыка. За нее отвечает Волков Бенд, команда актеров Первого Русского. Действие на сцене позволяет артистам, не выходя из своей роли, играть знакомой зрителю композиции. Обычно мы приглашаем профессиональных музыкантов, ну а теперь мы немножко так-то росли до такого уровня, что мы можем уже вот именно играть. Как-то мы уже сросли с этими огромными барабанами, с этими мелодиками, контрабасами, и как-то так перемещается, при том, что рядом каждый на подхвате. В спектакле «Обыкновенное чудо» будут заняты больше 20 артистов. Премьера лирической комедии состоится 10 ноября. Дарья Соболева, Георгий Иванов. День в событиях.